И всем привет, ребят! С вами Мистер Ванька, и сегодня я записываю новый ролик. Сегодня у нас очередной игровой видеоролик, который уже в какой-то степени будет посвящен немножко новой тематике. И расскажу какую-то сегодня определенную минимальную предысторию, и потом уже отправимся в бой. Так уж сложилось, что вчера был у нас вечером стрим, и, как вы знаете, если вы ходите на стримы, то последнее время я довольно продолжительное время, уже где-то на протяжении 4-5 дней подряд играю Хорнату у вас по рельсу в ББПшках, обычных форматных боях. И вчера меня, грубо говоря, наверное-таки так, можно сказать, забайтили, забайтили на то, чтобы я включил мышку. Когда-то я пробовал поиграть с нею, и мне как-то все это дело не понравилось. А вчера, поиграв на ней минут 10, я понял для себя то, что это, наверное, тот самый момент, наверное, который может изменить колоссально вообще скиллозависимость мою. И, в принципе, даст определенный буст в игровом формате. И вообще... Короче, очень много плюсов, друзья. Короче, очень много плюсов я нашел для себя и понял, что это, наверное, та вещь, которую мне нужно научиться, которую мне нужно сейчас использовать. И сегодня видеоролик исключительно посвящен нашей мышке и игре с нею. Я не знаю, что из этого получится, поэтому, друзья, я вам лишь могу сказать то, что если вам зайдет этот видеоролик, если вы хотите, чтобы я продолжал, то есть сегодня, грубо говоря, будет, ну, можно сказать, первый день. Первый день игры на мышке. То есть я не могу считать вчерашний, там, грубо говоря, часик игры, что я там чему-то научился. Грубо говоря, первый день игры на мышке. Если вам это нравится, если вы хотите, чтобы я записывал видеоролики поучительные, где я буду учиться вместе с вами, я вам тоже, ребят, сегодня расскажу все плюсы ее и почему реально стоит пересаживаться с клавиатуры на мышку. Я тот самый человек, который, ну, не любит ничего менять. Я не любитель начинать, ну, то есть вот я умею играть одной рукой на клавиатуре. Кто не знает, ну, как бы одной рукой умею играть, да. Я играю, и мне было комфортно. Но вчера, поиграв минут так 10-15, да, как я уже сказал, я настолько понял, сколько дает преимущество данная игровая мышь. Какой обзор в рельсе, ну, намного сложнее сбить тебе. То есть ты делаешь такие нереальные маневры, плюс это точность, плюс это... Короче, очень большое количество плюсов. И я понял то, что пора учиться. Пора учиться, в какой-то степени уже хочется чего-то нового, и, возможно, это для меня какой-то определенный дополнительный буст, дабы я развивался в чем-то в этой игре еще заново, потому что, ну, по сути, что я? Я играю на клавиатуре, у меня все получается. То есть, но ты можешь усовершенствоваться, перейти на мышку и за счет данной функции, можно так сказать, улучшить свои качества и параметры в игре. И сегодня я подобрал, наверное, для себя одно из самых простых вооружений и постараюсь вам уже на нем досконально показать то, что преимущество реально есть за счет того, что ты можешь повернуть камеру, да, давайте уже начинать пикаться, потому что я сейчас начну как балаболить, это еще на минут 10 продлится, поэтому давайте уже пикаемся. Ты можешь смотреть весь обзор, который находится у тебя за спиной. Блин, ну это шоссе, друзья. Давайте я все-таки перепикну. Я говорил, что в видеороликах я не любитель поперепикивать, но шоссе это, наверное, максимально неудобная карта. Еще и меня ее пикает дополнительно. Еще раз, окей, ладно, перейдем на другой просто режим. И я надеюсь, что не будет таких прям, ну, мега неудобных карт. То есть, что я здесь покажу на шоссе? На шоссе это, ну, абсолютно никчемовская карта. И за счет этой мышки, друзья, у вас, у вас крит ошибка. Я понял. Круто. Обожаю. Что мне делать с моей крит ошибкой? Блин, ну боже, ну даже видеоролик не могу нормально начать записывать. Ну что это за ерунда, друзья мои хорошие? Почему у нас в нашей замечательной игре вот постоянно происходит такая ерунда? Скажите мне кто-нибудь, пожалуйста. Почему вот так происходит? Почему так происходит то, что ты даже заходишь, просто начать уже удобно себе катать, и ты сталкиваешься сразу с критом. Ну, сразу с критом. Ладно, начинаем, друзья. Сегодня это первая, можно так сказать, катка. Чуть-чуть, конечно, раскатился на данной замечательной мыши, дабы было вам чуть-чуть уже понятнее, что я что-то уже начинаю понимать. Скатал буквально минутки 2-3, дабы не начать сразу сначала рачить. В общем и целом, друзья, что мы имеем? Мы имеем управление, от которого от старого у вас остается только вперед-назад, влево-вправо, никаких поворотов башни, никакого пробела. И я, если честно, вам советую даже, наверное, отключить эти параметры, потому что я, когда их не отключал, я постоянно сталкивался с той проблемой, то, что я начинал дамажить не мышкой, а начинал дамажить именно пробельчиком. И за счет этого, конечно, все это дело смотрелось максимально печально. Ну, а что касаемо мыши, то я вам могу сказать, за счет вот этого вот обзора, за счет того, что ты можешь, ну, реально, наверное, на таких пушках изначально привыкнуть играть на данной нагибаторской возможности, я не знаю, как ее называть, функции игры, да, то есть это, ну, определенно что-то новое, управление, да. И когда ты, например, играешь в захвате флага, и резко тебе нужно законтролировать ситуацию, которая находится у тебя сзади, да, то есть ты уводишь, например, флаг, я понял, и сзади тебя, вот, например, противник, да, ты едешь вот так вперед, хоп, сзади чекнул, нет никого, есть кто-то. И все, ты знаешь определенно, что там происходит, в какой траектории противник, сможет он тебя догнать, не сможет он тебя догнать. На клавиатуре у вас такой возможности никогда нет, и зачастую вы просто, ну, едете и надеетесь на то, что вам ничего не прилетит. Здесь, в плане, даже если расценивать как киберспортивные плюсы, у тебя имеется максимальный, просто максимальный обзор карты. Мне надо резис сменить, у меня резис, что-то печально очень сильно. Давайте я возьму жига, жига рельса, гаусс. И за счет этого, конечно, за счет этого обзора, друзья, безусловно, вам намного проще играть. Ну, намного проще у вас получаются делать неимоверно крутые вещи, да, для меня это определенно непривычная вещь, и если вы смотрите данный видеоролик и думаете, что я сейчас начну тут скиллозависимо нагибать, как-то прям вообще разваливать всем кабины, то, ну, вы сами понимаете, друзья, да, это, ну, я играю, грубо говоря, вот первый день. Ну, что я могу вам первый день сразу сходу показать, что это определенно... Ну, надо привыкнуть, надо привыкнуть. Мне вчера человек вообще сказал, что желательно не лезть ни в какие хори рельсы, а где-то на протяжении недельки поиграть в матчмейкинге, дабы больше привыкнуть. Мы на стримах, я думаю, что сегодня, завтра, да и вообще в дальнейшем, если вам это зайдет, я буду по этому поводу записывать видеоролики, то есть, как я учусь и рассказывать какие-то определенные уже советы, которые я буду в этом находить для себя. Да и вам советую, друзья, тоже начинать играть на мышке. Давайте вместе с вами учиться чему-то новому. Я более чем уверен, что меня смотрят игроки, которые уже всему научились в этой игре. И сейчас у вас, друзья, есть определенная дополнительная функция в игре и возможность управления, которая в дальнейшем вообще, я думаю, что приведет к тому, что в том же киберспорте будут ребята играть исключительно на мышках. Потому что это тотальное преимущество. И когда я вчера на всем этом деле покатал, я подумал, блин, извините меня, но после того, что я увидел играть на клавиатуре, когда ты можешь контролировать всю ситуацию, где у тебя там за спиной противник, кто куда передвигается, то есть ты можешь резко развернуться, выдать какую-то нереальнейшую вертуху или еще что-то в этом духе, то, извините меня, после такого, что я увидел играть на клавиатуре, я считаю, что это абсолютно бессмысленная вообще темочка. И реально это та вещь, которой нужно учиться. И сейчас в этой катке даже я бы не сказал, что у меня тут сверх жестко ничего не получается, да, не сказать, что я тут нагибаю на этом сочетании, но... В общем и целом, задача у нас, как всегда, остается прежняя. Это 6 звезд, это определенный вынос каточки и победа в ней. Поэтому давайте тоже хотя бы пытаться стараться играть не только за счет своей мышки и привыкать к ней, но и пытаться максимально быть полезным в катке. Потому что, ну, вы сами понимаете, что такое новая игра и что такое новое управление. То есть я на протяжении 10, ну, ладно, грубо говоря, 9-9,5 лет играл на клавиатуре. И когда я вчера начал играть на мышке, ну, мягко говоря, было очень некомфортно первое время. Первые вот эти вот полчасика, наверное, сейчас уже я себя более-менее комфортно чувствую. Но все равно полноценно я считаю, что это первый день игры на мышке. И дальше больше. Дальше, безусловно, больше, друзья. Давайте я еще вот этого заберу. Отлично. И будем пробовать новые вооружения, будем пробовать что-то интересное. Возможно, дальше пойдут такие пушки, как Гром, как Гаусс, да, то есть с которыми тебе надо уже исключительно уметь прицеливаться, уметь за счет этого уже контролировать дистанцию противника, понимать, как у тебя должна быть повернута башня, с какой траекторией. И за счет этого тоже находить определенные плюсы, потому что при новом управлении это не все так просто, да. И, возможно, к этому я привыкну быстро, вернее, надеюсь на то, что я привыкну быстро. И в дальнейшем смогу вам уже раскрывать какие-то определенные фишки, потому что я для себя уже точно понял, что, ну, здесь имеются, наверное, по сути, одни плюсы. То есть я не могу здесь начинать придираться к чему-то, да, к тому поведению камеры, например, или еще к чему-то. То есть здесь все сделано максимально, наверное, удобно в плане того, что у тебя имеется фулл обзор карты, просто фулл. То есть если тебе надо в какой-то период времени резко развернуться, да, и чекнуть, что у тебя там происходит сзади, нужна ли там помощь. То есть у тебя, например, ты играешь катку, у тебя нет тиммейта, который тебе скажет, что ему нужна помощь. Ты едешь вперед, хоп, резко развернулся, посмотрел, ага, там ничего нету, поехал дальше, и все. То есть если ты поворачиваешь башню, да, то есть это делается немножко дольше. То есть вы сами видите, насколько быстро поворачивается башня, и насколько быстро поворачивается у меня именно та сама камера, когда я могу чекнуть, да, где противник у нас находится, и как мне за счет этого его быстро накидать на... И за счет этого вообще нагнуть, да, момент определенный. И безусловно, это, наверное, основная вещь, за счет чего мышка явно доминирует над клавиатурой. Потому что у клавиатуры нет такой возможности. Ты не можешь резко развернуться, ты не можешь резко посмотреть, что у тебя творится в спине, да. И безусловно, такие вещи меня заставляют менять что-то. Что-то менять, чему-то новому, начинать учиться. И определенно уже за счет этого иметь какие-то дополнительные плюсы в игре. То есть сейчас у каждого игрока есть возможность научиться играть на мышке. И определенно, когда я понимаю, что все это уже в какой-то степени мне надоело, в какой-то другой степени я понимаю, что, например, мышководы будут иметь преимущество надо мной, то я думаю, а почему я сам не могу начать юзать эту мышку? При том, что меня уже сподвигнули на все это дело. И безусловно, безусловно, друзья, безусловно, оно того стоит. Я вот вам на 100% говорю, что оно того стоит. Ладно, все, давайте прекращать уже балаболить, пытаться раскрываться на максимум в этой катке. И все-таки, если я уже взял Бика Твинс, то пора не только говорить о том, что вот мышка, вот я такой нагибатор, который первый день сел на ней и хочет тут начать нагибать сходу, но это то, что мне нужно здесь еще и помогать, быть полезным. Я хоть и иду здесь на первом месте, но пока счет у нас 0-0, а это значит, что пора, пора, пора начинать тянуть и увозить флажки. Поэтому давайте залетаем, залетаем и так, тут страйкер меня не сольет, это очень хорошо. И что касаемо, наверное, камеры, которые альтернативно поворачиваются, да? То есть мне этот парень будет сейчас нагибать. В этом тоже есть определенный плюс, я сейчас, конечно, вздохну здесь, немножко печально. То, что ты можешь как бы чуть-чуть приподнять, да, и за счет поворота дополнительного ты увидишь намного лучше ракурс, намного лучше, чем ты будешь видеть его с той же самой клавиатурой. Я сейчас не понял, как, конечно, я этого пацака не слил, что-то как-то меня начало расколбашивать, и как-то он быстро убежал от меня вниз. Ну ладно, ничего страшного, думаю, что далеко этот молодой человек не уйдет здесь. И мы сейчас должны подключаться, 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 и было бы неплохо, если бы я сейчас бы ворвался и вернул бы этот флаг. Винку здесь поставлю, шафт там слил парня, птичка, ну и возврату здесь быть, да, есть, отлично. Наш тиммейт, наверное, ставит? Я очень надеюсь, да, ставит, отлично. 1-0 есть, ну и теперь надо пытаться увозить. Там опять этот васпик подлый, который меня морозит постоянно. Диашка есть, да, есть, отлично. Ну дай, дай, дай мне уехать, дай мне уехать, молодой человек. Еще какой-то ингажига, боже, еще и овердрайв прожимает. Ну боже, ну дайте мне спокойно покатать. Что ж вы сразу на меня накидываетесь, тут по 3-4 танка, е-мое. Вам сложно что ли дать мне немножко понаваливать? Давайте я сейчас попробую по левому флангу здесь залететь, по-быстрому выдернуть флажочек, там мои тиммейты уже газуют. Отлично. Давайте этого парня, наверное, пропустим. Ну, потянем увозить. Опять идет васпоприз. Подлый васпоприз. Очень сильно хочет, еще и васп поставил бомбу. Ну боже ты мой. Дважды захожу и дважды не могу увезти. При том раскладе то, что мы выигрываем катку. И противнику надо ехать в атаку, а не мне. Противнику определенно надо ехать. Потому что, ну, мне это ехать на ПКД в эту атаку. При том раскладе то, что я веду в счете, наверное, не так уж и принципиально. Я, наверное, даже мог бы в какой-то степени помочь дефу. Немножко подефать какие-то моменты. Ну ладно, мы же играем матчмейкинг. Не ради того, чтобы катки сушить. Поэтому мы отправляемся в атаку. Да, ну как мне этого парня слить? Он сейчас меня заморозит просто. Я встану колом просто и все. Ох уж этот фриз. Шоковая заморозка. Это просто ужас. Ну просто ужас, друзья. Это настолько глупая вещь, которая сделана в игре. Зачастую она так бесит. Ну прям, ну настолько бесит. Лучше бы вообще такого не было. Ничего, хоть я и, честно говоря, записывал видеоролик. Если вы помните. Связанный с фризом. Но, блин, извините меня. Но когда он играет против, это что-то с чем-то. Я постоянно горю с этих моментов, когда ты реально не можешь быстро ворваться, быстро вытащить. Флажочек, так что у нас там по флагу. Он там не уходит пока что. Здесь вроде как надо парня нагибать. Ну боже, ты мой. Я думал, что я его уже слил, уже разворачиваться начал. Я его не добил. Ну и хп осталось немножко обидненько, когда такие ситуации происходят. Это, наверное, больше сниз привычки. Когда такие вещи происходят. Поэтому давайте отправляться. Там вроде как все неплохо. Вроде как все неплохо. Вроде как я сейчас должен, по идее, увозить. Да ну нет. Ну почему бомба? Боже ты мой. Ну как можно сделать 4 захода? И на всех этих 4 заходах я не смог увести флаг. А из-за чего я не смог увести флаг, друзья? Надо сказать вам? Я могу рассказать, из-за чего я не смог увести флаг. Потому что имеется у вас, поменится шуковая заморозка и имеется бомба. Мотайте на ус, друзья. Вот вам вооружение, на котором вы можете спокойно задефать флажочек против тех же викингов. Понятное дело, что если бы я был бы на какой-нибудь другой пушке дальнобойной. И мне... Ну я бы мог просто взять и кинуть дополнительный урон по парню. Я думаю, что... Я бы его послевал бы очень быстро. Этого нагибатора. И спокойнейшим образом вытаскивал эти флажки. Ну а так, он просто берет, стопает и говорит мне. Добрый вечер. Добрый вечер. Притормозите, молодой человек. Давайте кого-нибудь так жестко нагибать. И я, конечно же, отправляюсь на рез. Ну и давайте, наверное, еще одну каточку сыграем. Все-таки я сыграл, наверное, таких полноценный, наверное, только один бой. При том, что я хотел поиграть в захвате флага. Повоспользоваться побольше именно функциями мышки за счет поворота башни. Ну, за счет обзора задней карты. За счет... За счет вообще обзора... Что-то сейчас... Не туда просто щелкнул. Мне сейчас свернулось. За счет обзора полной карты. И за счет того, что у меня будет дополнительная функция в этой всей темочке. Я, наверное, должен раскрыть это дело в этом видеоролике хотя бы чуть-чуть поподробней. Дабы вы тоже понимали, что к чему. Потому что многие скажут, что... Да, что ты тут рассказываешь? Какая мышка? Вот какая мышка? Мышка это фигня. Знаете, как... Есть же у нас такие эксперты. Да не, мышка это фигня. Кому ты рассказываешь, банк? Ну, вот кому ты рассказываешь? Мышка это фигня. Так, я вижу, там против 3 грамма. Это значит, что мне надо поменять резист. Только я не успел немножко. Поэтому придется сейчас быстро еще и пострадать немножко. Один моментик пострадаем. Эпизод игровой. Не фигу, если мне сейчас корпус развернуло. Я так жестко развернуло. Я вроде как ехал вперед. Мне так дернуло. Как будто я не знаю, что произошло. Как будто меня нагибали. Прям по жести. Надо тянуть на размен. И желательно скинуть какому-то нагибатору. Надеюсь, что нагибатор какой-нибудь подберет. Сейчас мой флаг. Я опять не успел. Вот единственный минус, друзья, в том, что... Когда ты играешь на мышке, тебе надо выйти из полноэкранного режима. Дабы зайти в гараж. То есть, есть, конечно, кнопка замечательная. Называется на Г. Но я к этой кнопочке еще не привык, чтобы полноценно ей пользоваться. За счет этой полноценной кнопочки уже дополнительно нагибать. Ну, то есть, быстро переключаться в гараж и быстро переодеваться. Наверное, стоит сейчас ей воспользоваться. Давайте Г нажму. О! Какая функция! Отличная сработала. Так, рельса гром меня нагибает. Ну и Жига пусть будет. Да, вот в этом плане, конечно, есть удобство. Просто надо немножко перестроиться, да? То есть, начать делать те вещи, которые я не делал раньше никогда. И поэтому, возможно, в какой-то степени сегодня не такой сверхскиллозависимый. Наверное, видеоролик и не поучительный. По данному, например, вооружению, сочетанию. Больше обзор мышки, больше учения, какие-то определенные игры на ней. Но вот как вот ведет себя корпус, когда мне попадают в бочину. Я что-то как-то вот этого на хоре-рельсе не замечал так сильно. Прям вот, когда сбивают траекторию, он как-то себя не очень комфортно ведет. Если честно, я пока вот не понял, как с этим бороться. Но, определенно, это что-то новое. Это что-то новое. Поэтому давайте, друзья, отправляться. Сейчас я при игре своей одной рукой явно не мог воспользоваться такими возможностями, которые у меня есть на мушке. Я не мог сделать такое количество обзора, карты. Да, и иметь дополнительные функции. Ну, что касаемо катки, друзья, я не знаю, что здесь происходит. Я не знаю, что делают наши тиммейты. Потому что я пытаюсь максимально раздамаживать, максимально вносить импакт в победу в данной катке. Но пока что мои тиммейты, я не знаю, чем занимаются, честно говоря. Резистов от Твинса, ну, минимально. То есть, сказать, что здесь я не реализую это вооружение, я не могу. Но вроде как стараюсь делать максимум, что может мое вооружение здесь противопоставить вообще данному противнику. 1-1 делаем. Три минутки до конца. Пока что у нас тут в дефе все было комфортно. Знаете, насколько, друзья, непривычно, что тебе надо мушкой стрелять, а не пробелом? В таких вещах просто ужасно. Если честно, когда-то резко так перестраиваешься, это максимально непривычно. Но ничего страшного. Я думаю, что мы привыкнем ко всему. Главное дело практики. И если вам, друзья, это интересно, я очень буду рад, если вы поддержите всю эту темочку. Если вы напишите в комментариях, чтобы я продолжал учиться играть на мышке за счет нее добиваться чего-то нового, чего я еще не сумел достичь, возможно, это придаст мне какой-то определенный буст в игре на релесе. Если у меня все это будет получаться, я буду играть на этом продолжительное количество времени, то, безусловно, это будет исключительно плюсы. Исключительно плюсы к игре. Я вот не вижу никаких, наверное, проблем, с которыми я мог бы там столкнуться. И что здесь будет расцениваться в минусовой, в минусовом именно значении. Я вот не могу найти этих вещей. Серьезно. Я смотрю трезво на все это управление, на все эти вещи и отлично понимаю, отлично понимаю, что за счет правильного обучения и в дальнейшем, ну, я смогу усовершенствоваться точно. И мне будет проще в каких-то ситуациях. И, безусловно, возможно-таки, ребят, если вы играете только там матчмейкинговые какие-то определенные бои, и думаете, что для чего мне вот эта вся скиллозависимость, для чего мне вот эти вот дополнительные функции. Ну, поверьте мне, друзья, когда вы сами развиваетесь, и когда вы учитесь чему-то новому, для того, что если вы продолжительное время играете, либо вы, наоборот, новичок в игре, да, то есть вы начали играть на клавиатуре, но, по сути, еще ничему не научились. Я бы на вашем месте тоже вот бы взял бы, начал пробовать играть на мышке. Потому что раньше я все это вещь, относился ко всей этой вещи очень халатно, да, и с такой точки зрения смотрел на все это дело, то, что, ну, это все фигня. Типа, для чего? Но в последнее время, друзья, все призеры соло-турниров, ну, почти все, я имею в виду, призеры других дополнительных турниров, игроки, которые переходят играть на мышке, то есть им нравится это. И любой игрок скажет вам, что это дополнительная возможность, наверное, к твоей игре, и то, что оно реально дает плюсы. То есть это не та вещь, которая, которая вот является, например, равноценной клавиатурой. Нет! Она куда сложнее, наверное, в какой-то степени, но и за счет этого, безусловно, дает определенный плюс. Поэтому, друзья, я считаю, что пора учиться к чему-то новому и катку заканчиваем отлично, просто шикарно. 3-1, первое место. Сегодня вот такой вот видеоролик получился. Я надеюсь на вашу поддержку. Если реально хотите, чтобы я продолжал, я учился, то есть на стримах я точно все, то есть я для себя определенно решил, я играю только мышкой, только мышкой. Если хотите, да, то есть вы можете сейчас написать в комментарии, что нет, какие мышки, давай без мышек, играй на клавиатуре и показывай определенные вооружения и за счет них, ну то есть показывай, как можно за счет них нагибать, то есть какие вооружения вы будете советовать и на всем этом играть. Либо же у нас есть другой план, то есть я также записываю видеоролики на мышки, также использую новые вооружения, но что касаемо скиллозависимости, ну здесь явно первое время, я думаю, что будет немножко видно, что ну там что-то где-то не получается, то есть как сегодня там где-то там не сбили, я не понял, куда мой корпус там ушел или еще что-то в этом духе. Но в дальнейшем мы конечно будем прогрессировать, будет получаться что-то новое и за счет этого тоже, я думаю, что вам будет интересно. Ну и напишите по этому поводу в комментариях. Если вам нравится, то давайте наберем соточку нашу, 150 лукасов, мне будет очень приятно, я пойму, что все это дело конечно же стоит продолжать, стоит продолжать играть, учиться и безусловно, безусловно прогрессировать для меня с новым управлением в нашей игре. Вот такой вот видеоролик у нас сегодня, друзья, получился. Всем спасибо, ребят, за просмотр. Всем удачи и всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok